уважаемый народ продолжая эфир сегодняшний эфир как я снимали мы в толгаре общество слепых общежитий как инвалиды проживает в этой страшной конюшни и конюшни это страшно назвать я сегодня когда была с блогерами и блогеры были потрясены потрясены ну вот в эфире вы все это увидите я думаю что вы вообще будете все в отчаянии что при таком ресурсе казахстана при таком богатом казахстане люди страшные условия живут вот теперь что хочу сказать уважаемый косым жоморки мелочь ведь выделяется энные суммы на инвалидов на каждого инвалида в общем то нас много инвалидов сколько инвалидов есть на каждого инвалида по 5 миллионов тенге в год перечисляется но ваши чиновники конечно до нас не доводят потому что им тоже надо своровать карман тоже сложить чиновники очень отлично живут простой народ как жил плохо такие остались нищими и и что я хочу сказать во-первых наурусбаев алмат сабичанович он незаконно выбран председателем его съезд не выбирал его только лишь выбирал плену во вторых он занимает этот пост незаконно мы обращались в и рассказывали и предоставляли те документы которые юстиция не должна была его допустить до этого места во-первых у него сто тридцать четыре миллионов двести восемьдесят с лишним тысяч тенге долг государству а при таких долгах он не имел бы права занимать должность председателя это раз вот у нас госзакупках большие деньги пропадают развороваться деньги наши вот ноутбуки допотопные выделяются когда выделяются такие ноутбуки вообще этот ноутбук допотопные он стоит 45000 она вот это оптовая цена они пишут в документах якобы они стоят 600 с лишним тысяч тенге нет она так не стоит они говорят что мы там программу ввели для программу они скачивают в интернетах это раз я вам скажу вот почему бы общество слепых не передать государству сколько денег у нас обворовывается это мы кормим след следователей судьи которые неправильно выносят решение вот бабла табачи уже один раз в 2016 году посадили его за хищение но он отбыл свое наказание его вторично привлекают к уголовной ответственности за землю лагерь пионерского лагеря пионерский лагерь это было уже давно пройденное так уже 23 24 года ему прошло срок давности у него стекло почему-то они взялись 2021 году 20-х годов в конце и это естественно на новый год хороший дастархан себе заработали следователи а по 530 приказу в казахстан также ясно сказано что инвалида задерживать не имеет права во-первых это это земля принадлежала лагеря земля принадлежала государства она находилась карасайском районе сторону каспилена его почему-то следователи хорошо сфабриковали и на этом заработали через алматы большие деньги за большие деньги сделали а так она незаконно беззаконие и вообще хочу сказать ну шедер шерембекович эфир давал я думаю наверняка вы все равно слушали вы с вашим услышанием его выпустили как мы в среду выступили в четверг вы уже отпустили ну хоть это услышали и это вообще хочу что вы наших инвалидов и простой народ слышали и помогали они так депутатов вы сами назначаете народом никто не назначает где судьи тоже также сами же назначаете народ не назначает и так получается большинство все сидят в тюрмах молодые хоть какие хочешь надо и не надо потому что вы сами же сами же судьи правоохранительные органы нарушает правила которые законом написано почему-то закон не исполняется они закон перепрыгивает как могут это значит позволяете вы выходит почему вы не хотите повернуться лицом к народу почему не хотите слушать народ повернитесь этим толгарским слепым пожалуйста немедленно улучшите условия инвалидам они те же такие же люди как и мы все ничем не хуже и также они болеют на лекарства очень большие деньги уходят особенно у кого остаток зрения им тоже надо поддерживающие лекарства у нас как говорится офтальмологи чтобы пройти аппарат какой-то все платное почему самые нужные моменты вы сделали совсем такие недоступными надо же тоже смотреть лицом к народу правильным как говорится правильно к народу надо относиться во первом вот посмотрите когда я была в этой общежитии я боялась провалиться потому что пол качается все прогнило и вещи мои честно скажу до того до такой степени настолько сырость или там наверно под полом и выше дохнут там тогда дохлетью воняет во первых сыростью воняет вещи мои провонялись сейчас же я положила свои вещи на стирку потому что не моя выносимая вонь я не хочу запахом назвать неприятным а невыносимой воню обратите внимание на наших инвалидов и вообще на простой народ надо больше уделять внимание это не виновата что кому-то для кого-то работа есть для кого-то нету надо обеспечивать работой чтоб люди жили и во-первых продукты очень дорогие когда они снизу снизить эти продукты ну это куда годится подсолнечное масло 5 литров стоят 3700 3700 тенге мясо около 3000 ну ка не всякие так может купить мясо или что-то там какое-то вкусное приготовление еду не купят потому что ничтожное пособие 65 тысяч добавили вы две тысячи с лишним тенге это разве возможно на эти деньги прожить или так без мазах каптор сударма или как вы нас и под насмечущее взяли или или под издевательство взяли это как назвать можно вот мой эфир заканчивается я надеюсь на лучшее а если лучшего не будет ну не знаю дальше что делать это только народ мы сами друг друга спасем а нам лишь бы был шаврак какой-нибудь чтобы как-то прожить зиму и все вот я пыталась нашла квартиру все три месяца я не осилила уже все оплатить ничего вы можете сейчас мы вас хорошо снимем вы можете интервью классно дать мы там из акимата и с этого и люди ходили насчет это как его ветхое жилье вот это уже все уже в город ходили и толку то ну никого нету помочь нам с бедным слепым не позовут альбина меня альбина я пенсионер я уже 58 года рождения сама вам очень тяжело в туалет к ходите ночью на улицу как можем на улицу естественно беру внука я с внуком живу и он мне караулит я хожу 2 час бывает и в 3 туалета нет вода как есть но она как это там вот подвал весь сырой весь вся сырость идет сюда все люди умирают потихонечку да и моя очередь вот уже подошла вот скоро вот так часто болеют дети на высаживаться конечно часто очень вам сочувствуем да вот теперь будем мы передавать правительство дать я около вас стану а вы думаете что правительство чем-то поможет нам они сейчас мы слышим теперь я стою пошел с ними пожалуйста снимай вот уважаемый народ казахстана вы слышите наши 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 души инвалидов я вот приехала защищать своих соотечественников когда-то мы учились в интернате с ними когда-то мы и детство прошло когда-то юношеские годы прошло ну кому что суждено то и народу написано вот я пришла в толгар снять это обшежитие которые рассказывали же в пол проваливается ну где-то ему 112 лет правительство вы даже не хотите слышать вот наурузбаев алматы обиджанович только и знает судиться и гони не устраивать всех директором рабочим простым инвалидом вот почему бы вам не взяться чтобы улучшить жизнь инвалидов вы посмотрите какое обшежитие это 112 лет разве можно до такой потопной уже обшежитие жить она в аварийном состоянии когда вы будете помогать и инвалидов только говорите ой я вот все мы возьмемся будем коррупцию уничтожать да вы никак не уничтожаете вы только работаете я как послушает только на коррупцию только и хвастаетесь кто какое место занял вот депутаты акиматы совершенно не работают косым же марки мелочь обратите на этих инвалидов в толгарское общество слепых обшежитие да подобное ему 112 лет она в аварийном состоянии туалет на улице холод собачий во первых воды у них нету они откуда-то приносит или они как-то устроили вот эти внувальники она застывает в баню они ходят где-то платно у кого-то деньги есть у кого-то нету у кого-то на прожиточный минимум не хватает ваши которые 65 тысяч далее пособие разве можно на это прошить и вы почему не хотите обратить вот тут раз по его товарища задержали но наш крик души помог как наверно наверняка вы посмотрели этот сюжет я это на этот сюжет тоже хочу чтобы обратили что толгарское общество слепых на крайне тяжелом состоянии и вы примите меры и очень быстро примите и не надо так и издеваться над нашими соотечественниками я во первых тоже инвалид первой группу по зрению проживая в алмате конечно мне квартира отлично и хочется моим соотечественникам чтобы жили тоже в таких хороших условиях это же как люди жили они так как брошенные ну вот смотрите так бомжи наверно не живут честное слово вот и отопление у них вы представляете газовый баллон они заносит а не дай бог инвалид взорвется я уже здесь все прогнило электричество да подобное пожар может неизбежно случиться как вы это не понимаете если они говорят ну вас они вы не слышите где же вы такой слышащие государства когда вы услышите инвалидов вообще немощных людей почему почему в аулах сидят проголоди почему люди страдают ведь у нас таблица менделеева очень обширная и не взяли улучшить и народов нас 19 миллионов то тут можно так прокормиться и даже не работая жить нормально все живут ваши чиновники отлично но не инвалиды или непростой народ работы нету и с этого начинается и воровство или что-то а от безысходности человек может на воровство идти не от того что он хотел бы я вот байбула табаевич рассказывать в тюрьме я говорю какие люди сидели да монитор говорит мужчина молодой своровал и у него спрашивает байбула табач вы это так сильно хотели своровать нет было просто на хлеб денег не было а когда я работал там к заказчики не оплатили денег ведь ведь много обманывает нас простой народ надо и на это тоже внимание обращать улучшить и вообще общество слепых надо передать государству у нас выделяется на каждого инвалида по 5 миллион тысяч тенге по 5 миллион тенге допустим а нас инвалидов не так-то и много где-то вот на каждого инвалида так выходит на по 5 миллионов а так на год выделяется на и инвалидов триллион с лишним тенге и куда же это девается мы даже это инвалиды третью часть не видим пособие ничтожные жить на них очень тяжело прожить каждый человек заболевает болеет лекарства дорогие баснословные суммы надо отдавать за лекарства они каждый на человек может эти деньги и стратить на лекарства то ли он будет кушать то ли он лечиться и также столько людей погибает ни за что это говорит о том что в нашем государстве не создают условий для народа вы услышите народ вот действительно посмотрите какое страшное жизнь это в войну наверное такой ужас не было вот обращать на это внимание и поддержите народ и чиновников мы это не нужны косым же марки мелочь немедленно примите эти меры чтобы улучшить толгарское обшежитие перевести инвалидов лучшие условия я снимаю вот это ужас я говорят ну мне рассказали год обшежите на потопном смотри не упаде и кулу провалится какого 52 года она она с 52 года да сколько это ему лет это в общаге ну читайте ну что 50 и еще 12 и еще 14 64 года но я сказал что 112 лет и это давайте сто лет один да и все давайте до 100 на 100 давайте я сказала что 112 потому что это нет нет она не из 54 надо давно так снимайте блогеры обшежите вот такое да потопное отопление нету где-то и у них туалет страшный на улице туалет да все снимаем давайте снимаем блогера работайте вот потому что газовая газ привозной у вас на сами ой 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 вообще ужас какой-то тихий ужас уже такой общаги сырк надо снимать и терроризор блогеров вот это где-то должен здесь туалет быть а что ли это тоже 100 лет недавность но давайте говорим что где-то 112 лет этом общаге все теперь где будем снимать вас но что это невозможно но почему-то должны инвалиды так просить вот такое а крылья дайте нам снять Комната Никуда нашли Комната нашла Любая комната Вернусь Комната нашла А как наш дом? Наш дом? Наш пол качается Где комната? Вот так вот тепло Вот где? Нет, не тепло Там зольный агроматель Комнату можно снять, да? Вернусь Это вы покрывалами Завешиваете, да? Обогреваетесь, да? Ой, ой, духота, конечно Здесь и вы кушаете, варите В одном все Сняли, да? Ага, да, рассказывайте Ток вышел таз Финал Созерна Как вы себя чувствуете? Как вам это условие? Устраивает, не устраивает Можете рассказать? Условия жопы А вы хотите в хороших условиях жить? Вот это вы можете сказать? Хотели бы вы Чтобы вам дали Хотя бы обширить Или квартиру с условиями Хотели бы жить? Конечно, наверное, думаю Что хотели бы Ну и кормили Снимайте, ты вернулся Блогерлаб Пусть это Ну и кормили На моем Можды На моем Можды Можды Том 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 Сыр растет. Сыр растет, да? Да. Как говори? Давайте, расскажу. Да, расскажу. Как говорится, «Сыр штуры» . Мы бывали с ней вот, кухням , библии зенемы сверкаем . Но мы говорим в какой-то комнате. Мы не нашли, остались. Мы не нашли, и не нашли жару в паршевку. Мы если мы не нашли, мы нашли зубы и кухни. Мы здесь. Мы работаем с измениционными, и мы приходили с огонь топливом . Мы с вами расскажем на подземном году. Сейчас у вас есть условия? Нет. В Туалет-Далее? Да, но суда мы не зайдем Да, и суда мы не перестали Надо было формироваться У меня не перестал У меня один маленький. Ага, ага. Поэтому я говорю О чем дело, все же истические вещества Мы всю жизнь попали Да, у меня есть Lindsey нашар табиже? Да, что не есть Это вы neolтур? Да Объезде условия, ухмела, чтобы вы все получали? хотя бы айтсаңыздар, что не талавит тестер не талавит, кинги, бізге ивеседе планы ивеседе планы, ивеседе ивеседе планы, ивеседе ивеседе, ясно у нас условия, да труп уже киналган шарстер, да все